Тут невозможно проехать. Машины мешают, и дорога вот эта вся разбита. Жители улицы Пролетарской уже почти год беспокоит стройка, которая развернулась практически под их носом. Точнее, то, как эта стройка осуществляется. Немного было спокойно. Потом началось, это просто ужас начался. Они в 5 часов утра, без пяти, семь, пол седьмого утра приходили, по 40-50 в день машин бетономешалок. Речь о строящейся высотке на партизанской 21А. Напомним, замороженный участок стоял без дела около 10 лет. Однако площадку выкупил новый собственник, бийский застройщик Прайд Инвест. К работам приступили осенью прошлого года. Вчера я не могла пройти, вот соседка у нас тоже не может. Ну, многие не могут пройти по дороге, потому что вот такая вереница машин стоит практически до конца улицы. И с этой стороны тоже. У меня муж на коляске передвигается. Пришлось ехать в поликлинику, а мы не могли здесь проехать. Пришлось его вернуть с коляской домой и на такси ехать в объездную. Это вот совсем неудобно. И мы не попали в итоге в поликлинику на свой талон. Мы теперь, сколько ни обращаемся, нам не подсыпают дорогу, потому что они ее разбили. Вроде как они должны быть. Вот эти плиты ворочают. А сколько этих гортанных матерков и криков с этой улицы. Жалуются и на регулярный шум с утра и подтопление во время непогоды. 28 июля, когда прошел ураган, мы не смогли выйти из дома в течение двух часов. Так как дорога здесь была вся разбита машинами и вся вода с дороги пошла, естественно, к нам. Мы две пенсионерки вышли в сапогах и вот там копали их траншею, раскапывали, чтобы вода дальше пошла по улице. Гараж сушим все лето. Дождь прошел снова. Это вот он зацементирован был. Сейчас пол, он весь его бери и выбрасывай, потому что все это самое поднялось. По словам людей, дорогу вчера подсыпали песком. Ну вот этот песок и вот этот песок. Очередной дождь осенью. Представитель строительной организации сообщил следующее. Изначально, когда мы пришли на данную строительную площадку, улица Пролетарская была в таком же состоянии, в котором она находится сейчас. Однако, с нашей стороны, мы уже заявляли близлежащим соседям о том, что мы перед зимним периодом времени проведем грядирование данной дороги и постараемся по максимуму выровнять, исправить те неудобства, которые, возможно, доставлены нашей строительной техникой, которая неизбежна. Еще одна более частная проблема произошла 12 июля. У женщины на участке снесли забор, посадку картошки и вырыли траншею шириной в полметра. Они, значит, рано утром самовольно уничтожили этот забор, убрали, сложили его там, тоже на моей территории, там, к бани, весь в хлам его превратили. Он и так был, ну, он мой забор. Валентина Гончарова живет в этом доме с 47-го года постройки, с 70-х. На территории моей вот эти вот столбы, когда наши вот огороды, они сразу вот это убрали, наш этот забор. Вот между гаражом и вот этим забором, видите, просвет. Этот план женщине выдали в 2002 году. Однако он разнится с данными публичной кадастровой карты. По словам жительницы, администрация центрального района должна дать ответ на обращение о том, чья же это территория, в течение месяца. Застройщик, в свою очередь, готов пойти навстречу и возместить ущерб. Данный забор находился прямо на территории, принадлежащей нам, на праве собственности, о чем мы говорили нашей соседке. И предлагали решить вопрос, то есть, путем заливки подпорной стенки, которая у нас предусмотрена проектом, мы, то есть, соответственно, выстраивание ей там ограждение любого рода, какое только она хотела бы, в том числе и компенсацию какого-то там вреда в случае какого причинения его нами. К слову, готовность новой многоэтажки более 50 процентов. И это не единственный дом, который планирует возвести застройщик в этом районе. А пока, по всей видимости, жителям Пролетарской придется потерпеть строительное соседство. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Юлия Щепина, Владислав Ковалев.